Здравствуйте уважаемые слушатели в эфире Ребедев Антон и мы начинаем наш курс Организация производства и контроля качества лекарственных средств на основе GMP и GLP И сегодня мы разберем первый модуль посвященный фармацевтической системе качества Итак в этом модуле мы рассмотрим понятие качества, поговорим о показателях качества Также поговорим о модели фармацевтической системе качества Более подробно остановимся на ее элементах и частично упомянем средства улучшения Также поговорим о цикле Шухарта Деминга Разберем систему менеджмента качества, каратенечка И рассмотрим принципы качественного менеджмента И в конце поговорим про отличие лекарственных средств от товаров повседневного спроса Итак, ну прежде чем начинать данный модуль Необходимо, так скажем, постулировать документы, на которые мы, документы ICH, на которые мы будем периодически ссылаться Это преимущественно ICH серии Q Квалити, ну буковка здесь может быть различная Может быть Q, может быть E, соответствующие эффективности S, safety, соответствующие безопасности M, соответствующие многопрофильности В большей части мы будем иметь дело с документами серии Q Посвященных качеству Итак, здесь приведены документы ICH Красным выделены те, с которыми мы будем довольно сильно контактировать И даже их часто цитировать Полужирным выделены те документы, с которыми мы будем встречаться Но, как бы, более детально их разбирать не будем Итак, вот списочек документов ICH Мы непосредственно коснемся валидации аналитических методик Коснемся надлежащей производственной практики И также в нашем сегодня модуле мы непосредственно будем цитировать документ ICH Q10 Фармацевтическая разработка Итак, перед началом модуля необходимо познакомиться с рядом определений Итак, лекарственное или действующее вещество Это отдельное химическое соединение, взаимодействующее с мишенью И оказывающее целенаправленное лечебное или профилактическое действие Фармацевтическая субстанция Это лекарственное средство в виде одного или нескольких Обладающих фармакологической активностью действующих веществ Вне зависимости от природы происхождения Которое предназначено для производства и изготовления лекарственных препаратов И определяет их эффективность Оно может использоваться как в неизменном виде, так и быть полупродуктом По происхождению фармацевтическая субстанция может быть синтетической Она может быть выделена из природных источников, то есть биологической Она может являться продуктом биологического синтеза Это биотехнологический препарат Может быть полусинтетической Что значит одно или нескольких веществ В лекарственном средстве или в лекарственном препарате Может содержаться одна или несколько активных фармацевтических субстанций Также есть такие, например, лекарственные препараты Как лекарственные средства, как экстракты Экстракт различных растений Вот там как раз обширная композиция Различных действующих веществ И в данном случае мы не можем говорить о каком-то веществе конкретном Настойка пустырника, настойка валерьяна и так далее Также немаловажный аспект Это определение вспомогательного вещества Вспомогательное вещество Это дополнительное к фармацевтической субстанции Которое необходимо для придания лекарственному средству Соответствующей лекарственной формы То есть определенных физико-химических характеристик Которые необходимы для лучшего проявления эффективности лекарственного средства Ну и для ряда других моментов Далее мы разберем определение лекарственного препарата Их мы будем разбирать два Это функциональное определение и техническое определение Итак, функциональное определение Это всякое вещество или комбинация веществ Заявленное как обладающее лечебным, профилактическим, восстанавливающим, корректирующим или диагностическими свойствами В данном случае функциональное определение позволяет отграничить лекарственный препарат от других технологий здравоохранения Ну вообще технологий здравоохранения довольно много Там всякие медицинские изделия, например Те же лекарственные препараты, биологически активные добавки и так далее Так вот лекарственный препарат Он по своему функциональному определению Отграничивается от других технологий здравоохранения Замечу, что здесь указаны функции Которыми должен обладать фармацевтический лекарственный препарат Это лечебно-профилактическое, восстанавливающее, корректирующее Которое не оказывает прямого лечебного эффекта Но при этом корректирует определенную функцию Это, например, коррекция сна Или препарат может обладать диагностическими свойствами Позволяющими проводить какие-то медицинские анализы Например, порошки для колоноскопии Которые необходимо применять до проведения самого исследования Второе же определение лекарственного препарата Это техническое определение И согласно CHQ1A Лекарственный препарат Это лекарственная форма В ее окончательной первичной упаковке Предназначена для продажи Таким образом, мы видим Что техническое определение лекарственного препарата Задает границы Уже для технологической стадии Технологической или производственной стадии В данном случае лекарственный препарат Это лекарственная форма В окончательной первичной упаковке Это определенная стадия производства Таким образом, техническое определение лекарственного препарата Позволяет разграничить между собой Различные стадии производства лекарственного препарата Следующее определение. Лекарственная форма. Это разновидность лекарственного препарата, содержащий фармацевтическую субстанцию в комбинации со вспомогательными веществами. Таким образом, понятие лекарственной формы относится уже непосредственно к лекарственному средству. Лекарственное средство. Это разновидность лекарственного препарата в виде определенной лекарственной формы. Лекарственная форма придается, как мы уже говорили, задается за счет вспомогательных веществ. Еще одно определение. Это готовый препарат. Оно также позволяет разграничить продукцию по технологическим стадиям производства. Итак, готовый препарат. Это лекарственный препарат, прошедший все стадии производства, включая упаковку в конечный контейнер, то есть вторичную упаковку. И здесь сразу возникает такой вопрос. Чем же первичная упаковка в данном случае отличается от вторичной? Критерий здесь довольно простой. Первичная упаковка непосредственно контактирует с лекарственным препаратом. В то время как вторичная упаковка такого контакта не имеет и несет в основном информационную, ну и частично защитную функции. В то время как первичная упаковка в основном ограничивается защитной функцией. Стадийность производства лекарственного препарата. Ну как видите, можно выделить три этапа производства лекарственного препарата. Это стадия исходных материалов и сырья, когда мы, ну собственно получаем эти все компоненты. И в дальнейшем начинаем проводить над ними какие-то технологические операции, получая различные промежуточные продукты. Или полуфабрикат. И на самой конечной стадии мы получаем готовый лекарственный препарат. Не просто лекарственный препарат, а именно готовый препарат. То есть продукцию в первичной и вторичной упаковке, которая выпускается на рынок. Ну существует два основных подхода, которые определяют, то есть, ну так скажем, алгоритм, да, ну такую схему, из чего состоит лекарственный препарат. Это директивы ЕС-2001-83 и СХ-Q7. Ну согласно директиве ЕС, лекарственный препарат включает в себя исходные материалы. Исходные материалы. К исходным материалам относятся фармацевтическая субстанция и вспомогательные вещества. Также в ходе производства лекарственного препарата используются другие материалы, называемые сырьем. Это растворители, буферы, реактивы, катализаторы, например, для синтеза, питательные следы для выращивания микроорганизмов, различные технологические добавки. При этом сырье не входит в состав готовой продукции, то есть в состав готового лекарственного препарата. А в его состав входят исходные материалы. Да, вот это вот концепция, концепция европейская. Мы ее, собственно, и будем придерживаться. Но, согласно осечке U7, к сырью относятся не только прочие материалы, которые непосредственно не входят в состав готового лекарственного препарата. В сырье же в данном случае входят как исходные, так и прочие или остальные материалы. То есть под сырьем здесь понимается более широкое понятие, включающее как фармацевтическую субстанцию со вспомогательными веществами, относящиеся к сырью, так и различные растворители, буферы, катализаторы, питательные среды, которые непосредственным образом не входят в состав конечного лекарственного препарата. Итак, теперь непосредственно перейдем к качеству. Разберем, что такое качество и поговорим о показателях качества. Итак, для начала дадим широкие определения понятию качества. И согласно ГОСТ ИСОР ИСО 9000, качество это степень в соответствии с совокупностью характеристик, присущих продукту, системе и процессу, установленном требовании. Также качество это степень, до которой характеристики, свойственные продукту, системе или процессу соответствуют требованиям. Это определение по ICHQ6A. И еще одно определение, это качество, это компромисс между затратами и усилиями по предоставлению товаров и услуг в соответствии со спецификациями, с одной стороны, и удовлетворением требований потребителей, ну или клиентов, с другой. Таким образом, понятие качество так или иначе наталкивается на вот такое вот понятие требований. Требование это потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. Также другое определение требования это документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, если требуется соответствие документу и по которому не разрешены отклонения. Также сразу отметим такое определение, как градация. Это класс, сорт, категория или разряд, соответствующий различным требованиям к качеству продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение. Таким образом, мы видим, что требование может быть как формальным, то есть заключенным в соответствующем документе, так и неким ожидаемым, то есть таким неформальным или субъективным по большей даже части. Ну и соответственно, вот эти вот требования, они предъявляются не только со стороны потребителей, но и со стороны других участников производственно-экономических отношений. Итак, ну какие же заинтересованные стороны есть относительно качества? Это, естественно, потребители, да, потребители, они, потребители всегда заинтересованы в эффективности, да, то есть в эффективности и балансе цена-качество. И они предъявляют определенные требования к лекарственному препарату со своей стороны. Далее, это может быть государство или общество, которое говорит, ну, например, что лекарственный препарат, лекарственное средство должно быть безопасным, да, безопасным, ну и также и эффективным. И предъявляет свои требования, предъявляет свои требования к качеству. Также поставщики, да, дистрибьюторы, розничные поставщики, оптовые поставщики тоже предъявляют определенные требования к качеству, так как, ну, не всем хочется жертвовать своей репутацией, да, продавая некачественные лекарственные препараты. Также требования исходят от персонала, да, ну, при производстве, например, должно соблюдаться техника безопасности, да, там, если, например, тем более, если вы работаете с какими-то высокоактивными, токсичными, наркотическими веществами, да, то же самое, то же самое создание условий, да, для проведения, например, безопасного синтеза и так далее, и так далее. И собственник также предъявляет определенные требования к качеству препарата, ну, собственно, здесь и понятие репутации для него важно, и понятие, да, технологических, да, там, каких-то материальных затрат. Итак, качество, оно определяется некими показателями качества, это выработанные формальные или неформальные критерии, как я уже говорил, то есть формально прописаны в документе или неформально предъявляемые, ну, например, составные потребители, наличие или степень выполнения которых характеризует уровень качества, то есть ту самую градацию, о которой мы говорили на предыдущих слайдах. Также уровень качества оценивается степенью удовлетворения потребителей, да, то есть, ну, если препарат подействовал, да, скорее всего, потребитель будет удовлетворен и в дальнейшем также купит данный препарат. В случае же выполнения всех формальных требований можно говорить о том, что продукция услуга протез соответствует тому или иному нормативному документу, или, например, спецификации, да, то есть является качественной. Критерий выполнения и невыполнения формальных требований – это сопоставление полученного значения с базовым, то есть, которые прописаны в каком-то нормативном документе, да, в той же самой спецификации. Это так называемый формальный, ну, или иногда называют экспериментальный подход к оценке качества, если у нас все показатели, они выявляются при помощи химического или биологического анализа. В ряде же случаев оценку качества проводит эксперт или группа экспертов. Это так называемый экспертный подход к оценке качества. Ну, эксперты здесь могут выражать либо какую-то свою оценку на основании, например, ну, к фармпрепаратам это не так сильно относится, да, например, какую-нибудь пищевую продукцию, первина, молоко или иную продукцию, ее дегустируют, да, и на основе органолептических показателей делают вывод о качестве продукции. Ну, также эксперты, они могут выносить вердикт на основании каких-то физико-химических анализов. Вот, это так называемый уже экспертный подход к оценке качества, да, то есть, когда мы не просто говорим соответствовать, несоответствовать, да, здесь уже такой более глубокий, что ли, подход. Ну, составляющие качества продукции, это качество исполнения производственных процессов, это соответствие качества конечной продукции, проекту или иной другой нормативной документации, это качество послепродажного обслуживания, которое неприменимо к лекарственным средствам, и ориентирование на потребителя, то есть, исполнение требований клиентов. Как мы уже говорили, качество натыкается на некие требования, да, и эти требования, они, ну, заложены в значение показателей качества. Так вот, эти показатели качества можно расклассифицировать. Ну, например, по характеризуемым свойствам можно выделить единичные, комплексные и определяющие, или критические показатели. Ну, единичные – это такие показатели, которые выражают простые одиночные свойства. Ну, здесь, конечно, можно спорить, но, тем не менее, вот сюда можно снести цвет, форму, форму выпуска, запах, вкус, вес нетта, вес брутта, агрегатное состояние и так далее, и так далее. Есть комплексные показатели, которые выражают сложное и интегральное свойства объекта. Ну, отклонение таких показателей от нормы, как правило, служит для выдвижения гипотезы о том, что изменился ряд определенных свойств продукции. Ну, комплексными можно отнести pH, тетруемая кислотность, плотность, вязкость, содержание вспомогательных компонентов, содержание влаги и сухого вещества и так далее, и так далее. И определяющие или критичные показатели качества, ну, сюда в основном относятся показатели безопасности, да, показатели безопасности, ну, несоблюдение которых может нанести вред, например, здоровью. Ну, это содержание примесей, каких-то токсичных элементов, содержание растворителей и так далее. Также можно выделить следующие группы показателей качества. Это показатели надежности, показатели назначения и показатели безопасности. Ну, в данном случае, я думаю, здесь примерно все понятно, да, надежность определяет, ну, например, стабильность, да, вот, показатели назначения, собственно, здесь дозировка играет важную роль, активность для ферментов, антибиотиков и так далее. И показатели безопасности, о которых я обмолвился на предыдущем слайде, содержание токсичных элементов, радионуклидов, продуктов синтеза, пестицидов, токсинов и так далее. Согласно осечке У6А, основными объективными показателями качества выступают подлинность, дозировка и частота. И здесь уже мы сталкиваемся с более узким или частным определением качества. Это фармацевтическое качество, которое определяется как пригодность действующего вещества и лекарственного препарата для своего целевого назначения. Субъективным показателем качества, наряду с объективными вышеуказанными, да, сюда относят, так называемое, целевое назначение, которое интегрально отражает ключевое требование потребителя. Ну, то есть к целевому назначению можно отнести целевую популяцию, показания о применении, пути введения, длительность применения и так далее. Следует также упомянуть о концепции качества лекарственных средств провозглашенной Всемирной Организацией Здравоохранения. Она говорит, что качественный лекарственный препарат – это препарат, эффективность и безопасность которого доказано. Каждая из партий, да, лекарственного средства, она соответствует требованиям спецификаций и проводится периодический контроль, ну, точнее, не периодический контроль, да, на лекарственного средства на всех стадиях его производства. Ну, здесь следует немножко акцентировать, да, эффективность и безопасность применения определяется на этапах фармацевтической разработки, в частности, в ходе доклинических исследований, которые регламентируют правила, надлежащие лабораторной практике, GLP, и клинических исследований, которые регламентируются правилами, надлежащие клинической практике или GCP. Ну, здесь, что нужно сказать, безопасность в основном исследуется в стадии доклинических исследований, эффективность на стадии клинических исследований. Но, как бы, и там, и там исследуется и эффективность, и безопасность, просто делаются разные акценты на, в данном случае, на этих этапах. Итак, ссылки на аналитические методы и методики должны быть указаны в таком документе, как спецификация на продукцию. Спецификация – это перечень испытаний, ссылок на аналитические методики и критерии приемлемости, то есть допустимые нормы. В соответствии с спецификациям – это критическая часть стратегии обеспечения качества, то есть производитель обосновывает перечень спецификаций, опираясь на результаты доклинических и клинических исследований, а также исследований стабильности лекарственного средства. Для биологических же препаратов также важны такие показатели качества, как подлинность, частота, биологическая активность, иммуногенность и стабильность. Как уже говорил ранее, степень соответствия тем или иным критериям может задавать градацию. Продукция может быть в самом простом случае либо качественной, либо некачественной. Также продукцию можно разделить на определенные классы, сорты или категории. В данном случае я приведу пример оценки класса точности аналитических весов, которая оценивается на основании цены поверочного деления и минимального предела взвешивания. Как можно видеть, у весов есть множество разных характеристик. Это наибольшие и наименьшие пределы взвешивания, цена поверочного деления, дискретность и число поверочных делений. Но для того, чтобы регламентировать у весов тот или иной класс точности, используется только ряд характеристик. Это наименьший предел взвешивания, цена поверочного деления, ну и еще число поверочных делений. Итак, здесь можно видеть табличку, в зависимости от тех или иных характеристик весы могут относить к тому или иному классу. Первому, второму, третьему или четвертому. Ну и для большинства аналитических задач используется, ну как правило, достаточно класса точности не ниже второго. Далее мы с вами разберем понятие фармацевтической системы качества, поговорим о ее основных элементах и частично затронем средства улучшения. Итак, поехали. Фармацевтическая система качества или PQS, Pharmaceutical Quality System, это система менеджмента качества для того, чтобы направлять фармацевтическую компанию и управлять ее применительно к качеству. Это одно из определений. Другое определение – это комплекс мер по обеспечению эффективности и безопасности фармацевтической продукции, а также их соответствия официальным требованиям по показателям качества. Также фармацевтическая система качества – это совокупность организационных мер, направленных на обеспечение соответствия качества лекарственных средств их целевому назначению или предназначению. Принцип фармацевтической системы качества изложен в ГОСТ R52249, в данном случае 2009, а сама фармацевтическая система качества описана в SHQ10. Что же гласить этот принцип? Производитель должен производить лекарственные средства так, чтобы гарантировать их соответствие своему назначению, требованиям регистрационного досье или протоколу клинического исследования и исключить риск, связанный с неудовлетворительными безопасностью, качеством, эффективностью. Ответственность при этом за выполнение этих требований несет руководство предприятия. Их выполнение требует надлежащего исполнения своих обязанностей персоналам различных подразделений производителя на всех уровнях, а также поставщиками и организациями оптовой торговли лекарственными средствами. Для достижения этих целей производитель должен разработать и обеспечить правильное функционирование фармацевтической системы качества, которое включает в выполнение требований настоящих правил и осуществление управления рисками для качества. Производитель должен документально оформить фармацевтическую систему качества и контролировать ее эффективность. Для функционирования всех элементов фармацевтической системы качества производитель должен обеспечивать наличие квалифицированного персонала, надлежащих помещений, оборудования и технических средств. Основные принципы управления качеством организации производства и контроля качества и управления рисками для качества являются взаимосвязанными. Таким образом, фармацевтическую систему качества можно рассматривать на ряде уровней. Это уровень управления качеством, уровень надлежащей производственной практики и уровень производства и контроля. И как я уже говорил, фармацевтическая система качества описана в СЕЧ-Q10. Помимо СЕЧ-Q10 фармацевтическая система качества прописана в приказе Минпромторга Российской Федерации номер 916, а также в правилах GMP Евразийского экономического союза и должна гарантировать, что продукция всегда представляется с соответствующими показателями качества, а следовательно и уровнем качества. Операции по производству и контролю качества ясно специфицированы. Определены ответственность и обязанность руководства. Обеспечено использование надлежащего сырья. Есть процедуры, которые обеспечивают управление внешней или аутсорсинговой деятельностью. Также используются эффективные процедуры контроля и мониторинга относительно параметров процесса. Результаты контроля продукции процессов учитываются при выпуске продукции. Проведен весь необходимый контроль промежуточной продукции и валидация. Применяются мероприятия для перспективной оценки запланированных изменений. Оцениваются отклонения. Есть процедуры проведения самоинспекции. Осуществляется постоянное улучшение при внедрении, усовершенствовании качества. Уровень управления или менеджмента качества. Это всеохватывающее понятие, которое включает в себя все процессы, связанные с влиянием на качество продукции и представляет собой совокупность мероприятий, применяемых для гарантии соответствующего качества лекарственных средств. То есть менеджмент качества создает условия для поддержания и улучшения качества продукции. Это такой, так скажем, моторчик, который приводит в движение такую систему, как фармацевтическая система качества. Ну и управление качеством включает и надлежащую производственную практику. Ну, качество должно поддерживаться как на всех этапах жизненного цикла лекарственного препарата, на всех стадиях технологического производства, так и на различных производственных участках. Это лабораторный анализ, это контроль исходных материалов, это здание и оборудование, упаковка и производство. Уровень, надлежащий производственной практике или GMP, это часть системы управления качеством, которая гарантирует, что продукция постоянно производится и контролируется по стандартам качества, которые соответствуют своему назначению в соответствии с требованиями регистрационного досье. Ну, немножко поговорим про регистрационное досье. Г twitter это комплект документов, который содержит всю информацию о лекарственных средствах. Сюда входят различные административные документы, описание фармацевтических свойств, данные о производстве лекарственного средства, данные по контролю качества лекарственного средства, доклинические исследования лекарственного средства, сведения о результатах клинических исследований, Регламенты, лабораторный, опытно-промышленный регламент, пусковой установочный регламент, а также спецификации на полупродукты и нормативная документация на активные фармацевтические субстанции. Уровень контроля качества. Это часть уже надлежащей производственной практики или GMP, которая связана с отбором проб, проведением испытаний, а также процедурами организации, выдачи разрешения на использование сырья и реализации готовой продукции. Согласно CHQ10, в которой описывается фармацевтическая система качества, она состоит, то есть включает в себя 4 основных элемента. Это система мониторинга эффективности процесса и качества продукции, оценка корректирующих, точнее система корректирующих и предупреждающих действий КАППА, система управления изменениями и проверка со стороны руководства эффективности процесса и качества продукции. Все элементы фармацевтической системы качества применяются на всех этапах жизненного цикла лекарственного препарата, которые включают в себя фармацевтическую разработку, перенос или трансфер технологий, промышленное производство и прекращение производства, то есть вывод препарата с рынка. Итак, поговорим о каждом из этапах. Итак, этапы фармацевтической разработки, как правило, предшествуют различным изысканиям. Задачами изысканий являются, например, валидация мишени, создание фармакофорной модели, первичный скрининг, отбор хитов, предварительные исследования, которые направлены на формирование схемы синтеза, оценки специфичностей, кинетики связанных, различный токсикологический скрининг, фармакологический скрининг и ряд других исследований. Сам же этап фармацевтической разработки включает дизайн действующего вещества, подготовку состава системы контейнер-укупорка, производство препаратов в малых масштабах. Акцентирую ваше внимание на этом. То есть производство уже должно налаживаться на стадии фармацевтической разработки. Это разработка системы доставки, разработка и масштабирование процесса производства, создание аналитических методик, доклинические и клинические исследования. Клинические исследования сюда входят первая, вторая и третья фазы клинических исследований. И очень важен здесь этап масштабирования. Также фармацевтическая разработка включает разработку лабораторного регламента, опытно-промышленного регламента, пускового-установочного регламента, а также разработку и трансфер методик анализа и методик производства. При переходе от изыскания к доклиническим исследованиям очень важен этап масштабирования, так как потребность в количестве активной фармацевтической субстанции обычно резко возрастает. Также критичным является разработка и оптимизация схемы синтеза, так как изменение выхода готового продукта в пределах 1-2% очень сильно будет влиять в будущем на рентабельность производства. Следует упомянуть концепцию идеального лекарства, которое отражает следующие свойства. Это новизна, также желательность пероральной формы введения, то есть через рот, стабильность, селективность или избирательность действия, минимум побочных эффектов и безопасность, частота, где регламентируется содержание примесей, идентифицированные примеси единично не более, обычно рекомендуется не более 0,15%, неидентифицированные примеси единично не более 0,1%. Сумма примесей, как правило, не должна превышать 1% согласно ICHQ3A. Лекарство должно быть эффективным, то есть использоваться как можно меньше дозировки и обладать достаточной длительностью действия. Также следует отметить, что помимо традиционного подхода в разработке лекарственных средств, все больше и больше набирает обороты концепция Quality by Design или качество путем разработки. Это некий системный подход к разработке лекарственных препаратов, основанный на заранее четко определенных целях и критериях, которые необходимо достичь для того, чтобы признать разработку эффективной или неэффективной. В методических указаниях ICHQ8 концепция QBD представлена как улучшенный подход к фармацевтической разработке в составе специального приложения. Как бы оно здесь указано. Ну, традиционный подход, который чаще всего применяется или применялся, это подход, когда мы что-то делаем, оцениваем результаты своего действия, смотрим, подходит нам или не подходит, например, та или иная фармацевтическая субстанция, и в зависимости от результата делаем корректировки в нашем направлении. Вот это, так скажем, традиционный или идейный подход к разработке. Ну, по сути, его можно называть разработкой вслепую. На первых этапах развития медицинской химии этот подход преобладал. Сейчас же подход меняется, подход совершенствуется, разрабатываются, ну и разработаны методы машинного, виртуального скрининга, разрабатываются и оттачиваются методы инсилика, которые помогают существенно сократить, ну, например, то же самое количество хитов, да, с которыми можно в дальнейшем работать. Следующая стадия – это трансфер технологий, то есть после фармразработки мы должны технологию перенести на производство, и этот процесс называется трансфер. Трансфер, он может включать трансферы новых препаратов в ходе разработки и производства, а также трансферы в пределах или между производственными и испытательными площадками. То есть можно трансфер производить как после фармразработки, так и трансфер, так скажем, не вертикальный уже, а горизонтальный. То есть с одного производственного участка технологию перенести на другой производственный участок, или с одного предприятия на другое предприятие. Ну, различать трестных форм и трансфера – это внутренний, когда осуществляется передача технологий от одного подразделения к другому, квази-внутренний – это внутри альянсов, там, союзов, холдингов, и внешний трансфер – процесс, который подразумевает перенос технологий от отдающей стороны, да, к преднимающей стороне. То есть от передающей стороны к принимающей стороне. Ну, при этом передающая и принимающая сторона, они являются участниками разных компаний. Этап промышленного производства включает приобретение и контроль качества материалов, поставка и оснащение принадлежности оборудования, производство, включая упаковку и маркировку, контроль и обеспечение качества, выпуск продукции, ее хранение и дистрибьюцию. Этап прекращения производства включает сохранение документации, сохранение образцов и непрерывный анализ препарата и отчетность по нему. За счет чего, да, может быть осуществлен отзыв препарата с рынка? Ну, в препаратах могут быть обнаружены дефекты разных классов, от первого до третьего. Дефекты первого класса – это отзыв лекарственного препарата, сопряженный с риском для жизни пациента. Ну, например, попадание стекла в лекарственный препарат, загрязнение какими-нибудь, например, пирогенами стерильных лекарственных форм, и так далее, и так далее. Это дефекты первого класса. Дефекты второго класса. Здесь уже описывается риск для здоровья самого пациента, но без риска для жизни. Например, превышение содержания примесей, это типичный пример нитрозаминов в алсартане, недавние, так сказать, события. Это нестерильность стерильных препаратов, ну и ряд других случаев. И дефекты третьего класса, когда они не представляют серьезной опасности для здоровья, но такие дефекты содержат иные причины для отзыва. Например, отсутствие этикетки, наличие посторонних таблеток в упаковке и так далее. Ну, мы с вами разобрали основные элементы фармацевтической системы качества, и давайте посмотрим, так скажем, в общем плане на саму фармацевтическую систему. Смотрим. Ну, во главе всего, да, на самом высоком уровне у нас стоит ответственность руководства. То есть руководство несет полную ответственность за формирование фармацевтической системы качества. Далее, эту систему у нас поддерживают 4 столпа. Это мониторинг, это система, корректирующая предупреждающих действий, система управления изменениями и проверки со стороны руководства. Это такие колонны, так скажем, да, несущие колонны. И средства улучшения есть. Их два. Это управление знаниями и управление рисками для качества. Их можно, ну вот, если продолжать аналогию со зданием, их можно отнести к фундаменту, да, то есть они лежат в самом основании фармацевтической системы качества. И как видим, фармацевтическая система качества, она реализуется, должна реализовываться на всех этапах жизненного цикла лекарственного препарата. Итак, ну, далее здесь вот, так скажем, вырезана картиночка из документа ICHQ10, ну, как бы, чтобы показать, что, в принципе, ничем не отличается вот от этой картинки. Эта же модель фармацевтической системы качества, заимствована из правил GMP Евразийского экономического союза. Видимо, что, ну, до степени смешения картинки друг друга повторяют. То, о чем я говорил, да, это, собственно, ответственность руководства вверху, да, и правила GMP, соблюдение правила GMP, поддерживающиеся четырьмя элементами, и в фундаменте у нас лежит управление рисками и управление знаниями. Ну, на данной схеме представлена, ну, примерно, схема того, как должна функционировать фармацевтическая система качества. Ну, здесь я особо, особо комментировать ее не буду. В принципе, здесь и так все понятно, да, что от чего следует и что с чем должно взаимодействовать. Скажу лишь, что элементы изображены желтеньким, да, а средства улучшения ФСК изображены таким синеватым. Ответственность руководству, которое лежит, ну, так скажем, на, ну, стоит выше всего, да, это система качества, она эффективна в том случае, где руководство само возглавляет процесс создания ФСК, да, и заинтересованного в ее развитии. И здесь главный принцип участия высшего руководства, ее примеры, мотивация, они позволяют построить систему качества, которая основана не на страхе персонала, да, а именно на совесть и понимание своего вклада, вклада каждого сотрудника в формирование фармацевтической системы качества. Руководство, за что же руководство несет ответственность? Ну, несет ответственность за обеспечение внедрения эффективной фармацевтической системы качества, которая направлена на достижение целей в отношении качества, за определение обязанностей, ответственности и полномочий работника и доведение их до сведения персонала. Также за исполнение обязанностей, ответственности и полномочий работника во всех подразделениях производителя. Функции руководства. Это руководство осуществляет управление ресурсами, оно организует внутренний обмен информацией. Посредством проведения проверок руководство осуществляет управление фармацевтической системой качества для того, чтобы добиться ее эффективности. Также оно управляет деятельностью передаваемой другой организации, то есть аутсорсинг, например, с закупки исходного сырья, упаковочного материала, транспортировка и так далее. Руководство также управляет изменениями при переходе права собственности на продукцию в результате реорганизации производителя. Руководством также устанавливается политика в области качества, которая описывает общие цели и направления деятельности организации в отношении качества. При этом политика в области качества – это официальный документ. Также руководством обеспечивается определение и доведение до сведения сотрудников целей в отношении качества, необходимых для внедрения политики в области качества. Цели в отношении качества должны соответствовать стратегическим планам производителя и согласовываться с политикой в области качества. Повторяю документ. Политика в области качества рекомендуется устанавливать, контролировать, постоянно доводить до сведения персонала и выполнять показатели эффективности, которые служат мерой достижения целей в отношении качества. Итак, подробнее поговорим об элементах фармацевтической системы качества. Первое – это мониторинг и оценка качества продукции. Как правило, этот мониторинг проводится по набору показателей результативности, которые отвечают системе правил, известных как SMART. О ней мы сейчас поговорим. Также мониторинг качества продукта подразумевает проведение постоянного контроля на соответствующих этапах процесса производства контроля выпуска хранения. При этом, чем меньше доверия вызывают результаты прямого контроля продукции, тем более надежным должен быть мониторинг процессов, которые позволяют выявить влияющие факторы на качество такой продукции. Итак, что же такое эта система SMART? SMART – это аббревиатура, которая включает понятие Specific, Measurable, Achievable, Relevant и Time Bound. То есть, специфик – это конкретный, что именно необходимо достигнуть. Measurable – измеримый, как и чем будет измеряться результат. Достижимый – это за счет чего планируется достигнуть цели. Relevant – определяет истренность цели. Действительно ли возможно выполнение данной задачи и возможно ли достичь желаемой цели. И Time Bound – это определенный по времени. Следующий элемент – это система корректирующих и предупреждающих действий, или КАППа. Здесь необходимо сразу дать определение вот этим двум действиям. Корректирующее действие – это действие, которое направлено на устранение причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации. Предупреждающее действие – это действие, которое направлено на устранение причин потенциальных несоответствий или других нежелательных ситуаций. Корректирующее действие, собственно, оно осуществляется для предотвращения повторного события, в то время как предупреждающее действие осуществляется для предотвращения потенциального события. Ну вот, производитель обязан обеспечить функционирование системы КАППА, которая основывается на результатах расследований, претензий, отзывов продукции, несоответствии отклонений, аудита, проверок, уполномоченными органами и их результатов, а также тенденциях, выявленных при проведении мониторинга эффективности процесса и качества продукции. Ну, раз у нас есть некие превентивные и корректирующие действия, то вот эти действия нужно как-то оценивать, то есть они вносят какие-то изменения, какие-то изменения в производственный процесс, процесс контроля качества, в процесс, может быть, хранения и так далее, и так далее. И все эти действия, они должны быть соответствующим образом оценены, да, этим должна заниматься система управления изменениями. Шаги по управлению изменениями – это формализация изменения, оценка рисков, одобрение изменения службы обеспечения качества, разработка плана внедрения изменения, реализация плана внедрения, верификация или валидация по критериям оценки и документальное закрытие изменения. Через систему управления изменениями нет необходимости проводить изменения, связанные с плановым пересмотром документов, со стандартной заменой элементов конструкции технических средств и оборудования, а также с заменой ключевого персонала при четко установленных требованиях и критериях оценки к должности. И анализ со стороны руководства – четвертый элемент. Это система проверок, да, которая должна включать анализ результатов проверок, периодические обзоры качества продукции и любые последующие мероприятия после проверок со стороны руководящего персонала. Ну вот этот элемент он определяет такие мероприятия, как улучшение процесса производства и продукции, обеспечение ресурсами организации, обучение, перераспределение ресурсов, а также приобретение и распространение знаний. Существуют также два средства улучшения, да, являющихся основой для фармацевтической системы качества. Это система управления знаниями и система управления рисками для качества, которая описана в системе, ну, в документации ICHQ-9. Ну, система управления знаниями, пару слов о ней, то есть, что относится к знанию. Знанию относится любое знание, любой опыт, который был получен и использован в рамках, ну, производства предприятия или в целом в рамках компании. Вот этот весь опыт должен учитываться, систематизироваться и обрабатываться таким образом, да, давать такой материал для системы управления изменениями, чтобы обеспечить постоянное улучшение фармацевтической системы качества. Ну, управление рисками для качества это такой, такой обширный, я бы сказал, очень обширный, очень обширный элемент, ну, в данном случае не элемент, а средство улучшения, о котором даже в двух словах сказать не получится. Есть там различные технологии оценки риска, есть различные подходы, различные системы, все это описано во множестве ГОСТов, но я не вижу такого большого смысла нам сейчас об этом говорить. Итак, как же улучшить фармацевтическую систему качества? Ну, один из подходов это применение цикла PDCA, да, это цикл Шухарта-Деминга, опять же это аббревиатура, которая говорит, что, ну, состоит, собственно, из четырех ступеней, планировки, исполнения какого-то действия, проверки и последующего воздействия с целью улучшения. Собственно, вот так вот выглядит цикл Шухарта-Деминга, и здесь у нас описан каждый из его этапов, да, то есть планирование, выполнение работ, проверка и воздействие. Ну, и считается, что после того, как цикл PDCA пройден несколько раз, то вариабельность процессов снижается и их результаты обязательно улучшаются. Также цикл Шухарта-Деминга описан в ГОСТ-Р-ИСО-9001, ну, и здесь как бы можно ссылаться, да, на данный документ. Опять же, немножко разговоров о том, да, на что должна опираться организация, да, при формировании стратегии качества, при формировании и поддержании фармацевтической системы качества. Это, собственно, видение, ой, это, извиняюсь, миссия, то есть то, зачем вообще компания, да, или предприятие существует. Это видение, то есть куда должна идти компания, направление. Политика – это как компания должна достигать определенного результата, да, и стратегия – это такая цель, да, последовательность таких глобальных действий, направленных на, так скажем, на ту цель, которая поставлена. Также одним из способов как оценки риска, так и последующей основой для улучшения фармацевтической системы качества является свод-анализ. Свод-анализ относится к технологии идентификации риска и так называемой группе контрольный листок или контрольный список. Свод-анализ состоит из внешней и внутренней среды. Внутренняя среда включает сильные и слабые стороны, ну, например, продукта, производственные линии, производственного процесса и так далее. И внешней среды – это возможности и угрозы. Ну, на следующем слайде приведено то, на что должен, что нужно сделать при формировании вот этого вот контрольного списка. Необходимо вот ответить на следующие вопросы. Это выявить преимущества, сильные и слабые стороны нашего продукта, да, Какие существуют возможности на рынке, например, да, для нашего препарата. Там, например, курс, как влияет курс там национальной валюты, насколько много конкурентов на рынке и так далее. Какие угрозы, да, могут присутствовать также, это то же самое, например, снижение доходов населения, да, как оно повлияет на спрос на наш лекарственный препарат. И что мы могли бы сделать для каждого из обстоятельств, чтобы преодолеть или избежать возникающие проблемы. Немножечко поговорим о требованиях к качеству для биотехнологических лекарственных препаратов. И здесь следует сказать следующее, что ввиду высокой активности биотехнологических препаратов, В основном к биотехнологическим препаратам, ну, можно, ну, относят обычно вакцины и какие-то другие иммунологические препараты. Вот, ввиду высокой активности и риска перекрестной контоминации, то есть загрязнения, требуется выделенное производство. Да, это отдельное помещение, система вентиляции, производственные линии. Также производство стерильных лекарственных форм осуществляется с оптическим способом, то есть, ну, как правило, да, у нас биотехнологические препараты, они термолабильные, то есть чувствительные к повышению температуры, к повышенным температурам, ну, и не только к повышенным, но и к пониженным, да, многие, например, вакцины не переносят заморозки. Вот, и здесь очень важно соблюдать стерильность на всех этапах производства лекарственного препарата, то есть, производить их осептическим способом или в осептических условиях. Также из-за высокой термолабильности многих препаратов требуется контролирование холодовой цепи, да, холодовая цепь – это совокупность условий для поддержания температурного режима. Этот температурный режим должен поддерживаться и при хранении на предприятиях, да, и при транспортировке, и при хранении на различных уровнях распространения продукции. Также при использовании животных-продуцентов требуется полная прослеживаемость информации о состоянии здоровья животного донора, да, то есть, и использование дико живущих животных, оно категорически запрещено. Требуется проведение периодического контроля стабильности трансгенов, особенно для трансгенных растений. Для растений необходимо также проводить контроль контоминации ядохимикатами, вирусными, бактериальными и грибковыми возбудителями заболевания, а также фиксировать ежедневно погодные условия. Требуется дополнительная защита персонала от воздействия некоторых высокоактивных препаратов, ну, например, наркотических или высокотоксичных веществ, ну, и, например, вакцин вирусного происхождения. Итак, по фармацевтической системе качества мы с вами поговорили, и теперь немножко о системе менеджмента качества, то есть, о самом таком двигателе, да, который позволяет функционировать, и, ну, обеспечивает функционирование, поддержание фармацевтической системы качества и ее улучшение. Ну, вообще, система менеджмента качества, она описана в стандартах серии ISO 9000, да, 9000x на конце, там, циферка, да, циферка, вот. Ну, и существует различное количество концепций и философий систем управления качества, ну, это, например, Benchmarking, Total Quality Management, Kaizen, концепция Just-in-Time, 6 Sigma, да, там, советская комплексная система управления качеством продукции и так далее, и так далее. Ну, мы с вами разберем уже современные подходы именно к системе менеджмента качества, описанных в стандартах серии ISO 9000x. Итак, система менеджмента качества – это часть системы управления организацией, которая ориентирована на достижение результатов, основанных на целях качества, удовлетворении нужд и ожидании ее заказчиков. Ну, вообще, ISO – это международная организация по стандартизации, и цель этой организации – это разработка и распространение по всему миру стандартов практически по всем направлениям бизнеса, производственной сферы и сферы услуг. Также стандарты ISO серии 9000x, они являются универсальными, то есть они могут применяться в любой сфере, в любой организации, независимо от вида деятельности. То есть стандарты серии ISO, они не привязаны к фармацевтической деятельности. Документация серии ISO, которая нас интересует, это, собственно, ISO 9000x, 9001x, 9004x, 190011x. Здесь изложены основные, ну, так скажем, определения, принципы, подходы, требования к системе менеджмента качества. Вот на основе этих международных стандартов ISO в России на сегодняшний день разработаны национальные стандарты, а если быть конкретным, это переведенные стандарты с английского языка. Ну, вот так, например, выглядит ГОСТ РИСО 9001, система менеджмента качества, которая устанавливает требования к системе менеджмента. И в данных документах изложены основные принципы менеджмента качества. Ну, до недавнего времени их было 8, сейчас их стало 7. Ряд принципов изменился, ряд принципов остался прежним. Ну, по большей части, как бы, мы эти принципы просто постулируем в данном видео, но в презентации будут даны их развернутые характеристики. Итак, прежние и новые принципы. Ну, в соответствии с ГОСТ ИСО 9001 к новым принципам, ну, в новые принципы входит ориентация на потребителя, лидерство руководства, процессный подход, вовлечение и компетентность сотрудников, да, это улучшение, принятие решений, основанных на фактах, да, и принятие обоснованных решений, и управление взаимоотношениями, куда относится и аутсорсинговая деятельность. И завершаем нашу сегодняшнюю лекцию тем, что разберем отличие лекарственных средств от товаров повседневного спроса. Ну, вообще, в середине 60-х годов 20-го века мировая индустрия лекарств, она начала перерождаться из отрасли химической промышленности в самостоятельную фармацевтическую отрасль. Этому способствовало ряд объективных факторов. С увеличением объема знаний в области фармации, фармакологии, химии и медицины, а также медицинской химии, стало очевидным, что лекарственное средство следует считать, за лекарственное средство следует считать не молекулу, то есть субстанцию, а готовые лекарственные формы, то есть таблетки, капсулы, порошки, инъекционные препараты, аэрозоли и так далее. Ну, и для таких вот готовых дозированных лекарственных форм задавались строгие определенные физико-химические свойства, которые определяли динамику взаимодействия молекулы действующего вещества с мишенями. Ну, оговорюсь, да, что действие любого лекарства, оно, как правило, направлено на определенные конкретные мишени, да, то есть наше лекарство это элегант, мы его называем, элегант, ну, или, собственно, активную фармацевтическую субстанцию, это элегант, которая направлена на определенные мишени. Эти мишени могут быть как в организме человека, да, так и, например, в организме возбудителя какой-то инфекции, да, если это, например, антибиотик, или там, например, если антивирусный препарат, например, какая-то система, которая разобщает синтез нуклеиновых кислот. То есть вот этих мишеней, их довольно много, так же, как и самих элегантов. И вот основная задача этапа фармацевтической разработки, это как раз подбор вот такой вот пары элегант-мишень, причем желательно, чтобы элегант, естественно, ну, и само лекарственное средство, оно было безопасным, да, оно было эффективным, имело минимальную дозировку как можно меньше, обладало пролонгирующим, ну, пролонгированным действием и так далее, и так далее. То есть все то, что мы говорили о концепции идеального лекарства. Ну, это так, для общего развития в одном из модулей мы с вами будем разбирать именно разработку лекарственных препаратов. Ну, смотрите, да, вот с учетом того, что под качеством лекарственного средства следует пониматься не только в соответствии с фармакопейным требованиям и требованиям спецификаций, но и, прежде всего, пригодность препаратов к применению в медицинской практике. То есть должны проводиться всесторонние испытания и исследования, которые доказывают, что не происходит, например, накопления продуктов метаболизма, не будет выявляться каких-то серьезных отложенных эффектов, вот, ну, и так далее, и так далее. И лекарственные средства, лекарственные препараты, они имеют серьезные отличия от других, от другой продукции, которую мы покупаем. Ну, во-первых, потребитель, он часто не сам принимает решения о покупке лекарственного средства. Ну, вот, смотрите, у нас в России все-таки есть такая практика, что мы порой сами, да, покупаем какие-то лекарства, которые отпускаются без рецепта. Ну, вообще, у нас в России множество лекарств, которые отпускаются без рецепта. Вот. Ну, например, в Америке, да, в Америке, ну, если, поправьте меня, если я ошибаюсь, там большинство лекарств, если не все лекарства, они продаются по рецепту, да, чтобы получить рецепт, вам необходимо записаться к врачу, заплатить ему денежку за обследование, вот, получить рецепт, пойти в аптеку и, собственно, заплатить денежку и купить, да, то есть, потребитель, у потребителя возникают траты, да, у потребителя возникают траты, и, как правило, потребитель не сам принимает решение, да, о покупке лекарственного средства. Также ни врач, ни сам пациент не могут оценить качество, качество препарата, да, перед его применением. То есть, поможет он или не поможет, пустышка это или не пустышка, это тоже важно, то есть, мы платим, да, но, как бы, по сути, платим за кота в мешке, да, за кота в мешке, и вот, чтобы за этого кота в мешке не платить, лекарственные средства, лекарственные препараты должны соответствовать определенному уровню качества, которые к ним предъявляются. Также врач, который принимает решение о покупке лекарственного средства, он его не оплачивает. И еще, ну, есть ряд некоторых, некоторых особенностей, да, то есть, при повышении цен, например, на лекарственном рынке, спрос на них, как правило, снижается незначительно, ну, особенно, например, для каких-то хронических заболеваний, для которых требуется постоянный прием лекарственных препаратов. Также в отношении лекарственных препаратов и других, и большей части других, например, технологий здравоохранения, например, там стельки ортобиотические, какая-то медицинская техника, здесь не пациент, как правило, не может вернуть препарат, ну, препарат он не может вернуть, да, там прибор, если какой-то сломался по вине производителя, да, он его может вернуть, но если, собственно, не доказано обратное, да, то вернуть препараты медицинские, да, там, медицинскую продукцию очень сложно, очень сложно вернуть, даже стельки, те же самые ортопедические, они возврату не подлежат после покупки, да, если не обнаружился какой-то существенный дефект в продукции. Все это, все это создает требования, да, со стороны потребителя в качестве лекарственного препарата. То есть, то, что мы с вами покупаем, оно должно соответствовать определенному уровню качества. Как же этого добиться? А добиться этого можно, как уже я говорил ранее по концепции ВОЗ, это необходимо, во-первых, оценить безопасность и эффективность лекарственных препаратов на стадиях доклинических и клинических исследований, это раз. Во-вторых, проводить контроль качества на разных этапах жизненного цикла лекарственного препарата, да, ну, на всех стадиях и на всех стадиях производства. Это второе, контроль качества. И третье, это поддержание системы качества фармацевтической, которая также будет гарантировать, да, то, что процессы, проводящиеся согласно вот этой вот фармацевтической системе качества, они, ну, имеют высокую степень надежности, да, высокую степень надежности, высокую степень стабильности. То есть, они будут приводить к получению стабильных продукций со стабильным качеством. И вот эти вот три составляющие, они обеспечивают, все это обеспечивает некий уровень качества лекарственных препаратов. Также следует отметить, что только лишь ограничение, да, контролем качества, да, контролем качества лекарственных препаратов нельзя ограничиваться, так как контроль лекарственных препаратов в основном, в основном он носит разрушающий характер, и, соответственно, вы всю партию, всю серию продукции не сможете проверить без ее уничтожения. Вот, соответственно, выборочный контроль, он не может гарантировать, что вся партия тоже является качественной. Поэтому принята концепция так называемой фармацевтической системы качества, которая дополнительно позволяет нам, ну, так сказать, получить уверенность в том, что предприятие выпускает продукцию с определенным уровнем качества. Вот, собственно, это вот та философия, та парадигма, которой нужно придерживаться производителю. Ну, и все, что я вот сказал выше, в принципе, оно описано на следующих двух слайдах, да, вот здесь вот оценка эффективности и безопасности лекарственного средства необходимо проводить, как я уже говорил, проводится оно на этапе фармразработки, в том числе на этапе доклинических и клинических исследований, ну, а также периодическое подтверждение, как бы тоже оно получается, да, вот. Также вот здесь вот приобретая лекарственного средства, потребитель чаще всего не может защитить себя потенциально опасного риска для здоровья, вот, и стопроцентный лекарственный, ну, стопроцентный контроль лекарственных препаратов, он невозможен. Ну, и, как я говорил, также гарантийному обслуживанию лекарственных препаратов не подвержен. Таким образом, таким образом, еще раз, да, поддержание фармацевтической, ну, вообще, формирование и поддержание фармацевтической системы качества, это залог того, что продукция будет выпускаться с определенным уровнем качества, да, и это гарантия того, что все процессы, да, включая производственные процессы, аналитические процессы, процессы сохранения, процессы транспортировки, упаковки, они все будут гарантировать производство лекарственных препаратов, соответствующих определенному уровню качества. Таким образом, мы с вами закончили данную тему. Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии к описанию. Презентация будет доступна также в описании, более расширенная ее версия. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы досмотрите видео до конца, поставите лайк, ну, а я буду создавать контент и дальше. Всего доброго, спасибо за внимание.